Доброе утро! Сегодня день воспитателя. Да, сегодня день воспитателя, правильно. День воспитателя 5-го, по-моему. Да, будут коробочки. Это мой и это мой. Всем доброго утра! Все, отправила мальчишек. Даже не засняла коробочки, как они выглядят с бантиками, но очень красивые, мне так кажется. Потому что мы, как всегда, опаздываем. И помимо этого, еще нужно было мне собрать коробки и завязать их бантами. Вот, так что... Все, все поехали. Сейчас мы с Григорием завтракать. И я заработаю, и Григорий тоже заработал. Ему нужно учить уроки, так как мы всегда с утра ночная. Мама утеплилась за зима. Ветер, ветер! Сегодня еще сильнее, да? Ветерок неприятный. Блин, как же холодно! Вообще ветер такой сильный дует. Покажи, что ты делал. Театр пеней? Да. Так что у нас сегодня читаем, Григорий? Сейчас посмотрим. Окружающие мы сейчас учим. А ты есть. Что? Так, стой. Какая тема у нас? Так, стой, я уже и забыл. Пока дошел, да. Давай, иди в дневнике смотри. Я уже и забыл. Какая тема у нас, сынок? Я, ты, он, она, все мы люди. Ага, давай. Так, ну что, мы готовим обед. Повязали немножко, как всегда, в 9.30 или в 10. Я начинаю готовить, чтобы как раз к 11, к пол-12 было все свежее. Вот. Не знаю, что готовить, но буду тушить курицу. В общем, готовлю, как всегда, из того, что есть в холодильнике. Сейчас у меня есть курица. Это два крылышка и две ножки. То есть, там и голень, и бедро. И грудку. Ну, грудку, наверное, я замариную вот так вот с майонезом, с луком для оладиковыми на куриных. Курицу потушу и сварю кашу. Так, ну что, вот моя курица обжаривается. Буду готовить вот такое вот к норам на второе. Здесь вот все, что нужно, но у меня будет только лишь вот эта смесь, молоко, сыр и растительное масло. Поэтому, вернее, куда его добавлять? Растительное масло. Короче, я с молоком просто смешаю вот эту штуку и все. Будет это все у меня вариться и будет вот кашу. Варю ветку в пакетиках. Там осталось три пакетика. Так, ну что, уже курица тушится. Я молоко просто смешала с этим пакетиком и залила. И теперь будет все это потушиться, не знаю, может быть, минут 20. Пока как раз таки варится каша. 20 минут я засекаю на таймере, кладу в кипящую воду кашу. И на плите вот здесь на таймере засекаю. Ну, уже осталось 15-20 минут. Так, в конце еще в мясо добавлю сыр. У меня вот такой остался армянский от агрокомплекса. Вообще, мне он очень не понравился. И вот кусочек обычного российского. Все это уже в конце все потру. Что это вы тут делаете, молодой человек? Я ничего не знаю. Ты ничего не знаешь? Григорий себе чай сам уже делает. Я доделала мясо. Оно уже потушилось 20 минут. Допотерла сыр. Все выключила. Красотень. И кашку вытащила. Три пакетика размяла все с маслом сливочным. Вот так вот. Гриша еще по плану бутерброды с сыром, да? Ага. Так, Григорий уже оделся. А нам сейчас перегной заводят. Я играю. Купили же родители перегноя. Марсик, ты ждешь перегноя? А сколько же машина там вам стоит? Восемь тысяч. Восемь тысяч? Это КамАЗ сейчас, да? Ага. Все! И ты заболела, моя красавица. Так ты дома даже не пошла. Оле! Привет, моя красавица! Ты замерзла? Ох, и сегодня и холодно, да? Марсик. Правильно, зайчик. Я буду везти в КамАЗ. КамАЗ сейчас едет, да? А что он везет? Дрель. Нет, перегной. Да. Вот уже ворота открыли, сейчас будет заезжать. Понимаешь? До речки? Нет, не до речки, до малины. Понимаешь? Ветер сильный. Ветер ужас, да? Да. Да, если что, где тебя ждать? Ну, я же Антоша на танце, так что возле дома культура, хорошо? Пока, я сейчас со скалы-то. Так, молоко я забрала мое. На этом молоке крышка подписана, а то бывает я прям лаком здесь пишу, Вера. Что еще? Купила пряники какие-то из них. Яблочные. Какие-то, вот эти, по-моему, творожные, вот эти яблочные. Не знаю, что это значит, но они без начинки, но какие-то яблочные. Так, что еще? Две пачки макарон, банюка. Сметану, потому что купила редьку, буду делать салат с редькой. И сливочное масло, вот такое вот, мне, кстати, оно очень понравилось. Также булку хлеба, вот такого серенького, черненького, украинский у нас он называется. И ботон нарезанный, ну, нарезанный болезненький. Так, а еще же редька, ну, помидоры зубы я купила, и редьку вот эту делаю. Редьку буду с ней делать салат, я бы что-то еще купила. Вот она, красотка, уже стала в продажу. Осень же похолодала. У нас уже 5, без 10, 5. Сейчас я еду за Григорием. Блин, походу надо одеть куртку, но очень холодно. Как мне кажется. Очень-очень холодно, даже жилетку, наверное, свою одену. Потому что пипец, какая погода. Я уже мерзну. А, тут к нам приехала верхняя одежда. А, шубы, типа куртки, пальто. Бежит мой сын, который меня тут ждал. Здравствуйте. У меня такое произошло. Что? В музыкальную школу же ходили, Виолетта выступала. Ну, Ахунова, да? Да, Ахунова. Ага. И значит, шли, дал домашнее задание. Одно задание ошибился. Я на предыдущих страницах написал. Ага. И дал только два. И что? А еще одно. Ага. Кому? Ахунову. Ну, я напишу, хочешь, в группу. Ну, напиши. Ага. Мы все за Антохой теперь. Ой, за Афонькой приехали. Антошка уже зашел? Так, мы все уже дома? Всех детей. Григорий поставь, пожалуйста, потому что я ее в хот-доги положу. Ну, нам с папой, наверное, вам не надо, да? Посмотрим. Ну, ее надо еще отжать, она не отжата. Мы купили квашную капусту, потому что морковки по-корейски не было. Булочки купили, три штучки, но я их напополам разрежу, будет как шесть. Хот-догов, кетчуп вот такой болгарский. А нам нужно десять. И соус вот такой вот сырный. А вот он сбоку стоит. А нам надо десять. И самое главное, что нужно для хот-догов, это сосиски. Обычно морковки, десять штучек. Так, Антошка сосиски чистит. Еще сколько тебе осталось? Три штучки? Да. Потому что Афанасий одну съел. Мы уже поставили сковородку гриля. Разогреваться я ее помыла. И сейчас жду, когда вот здесь в прожилочках все высохнет. Чтобы можно немножечко масла добавить. И начинать уже обжаривать наши сосиски. Я буду маслом. Можно. Давай, дочищай все аккуратно. Так, Антошка все делает, да? Давай, три. Мы только будем с детьми. Вернее, даже я буду, Афанька не хочет. Гриша будет и Антошка будет. Вот наши обжаренные сосисочки. Я будет, если еще доеду. Гриша, он сам свой доест. Не переживай. Ну как хот-доги? Гриш, тебе вкусно или нет? Ты только на тарелочке ешь, пожалуйста, ладно? Антоша, у тебя же с капустой нормально? Сейчас мой хот-дог будем есть. Марсик тут облизывает. И сейчас у тебя покормим, Марселла. Вот такой вот получается. Так что мы Вована подстригли. Вова уже уехала. И у нас получается 10.30. Уже пора ложиться спать. Мама говорила, что у Вова у нас будет ночевать. Да ты же мама пошутила. А ты что, поверил? Да. Завтра зато у нас знаешь, кто должен ночевать? Да. Мардо. Одна. Угу. И все вышло. Да. Кто там к нам приехал? Это Афинка. Там на боку. Это Афинка. Афинка на шпатере, когда он должен спать. Так, расскажи мне лучше, что там на танцах? Какие-то новые упражнения или что делали? Новые упражнения. Шпагат. Сейчас тренируют, главное, шпагат, да? Чтобы все сидели на шпагате. Покажи, как ты сидишь. Ты сидишь вообще хоть, сынок? Нет еще? Тебя давит, Алла Алексеевна? Чуть-чуть оставь. Надо сидеть, как ты можешь. А ну еще покажи. Как ты можешь? Да. Угу. Ну чуть-чуть еще, да? А как еще? Вот такой, когда две ноги в стороны. Это Афинка. Я не знаю, как он называется. Афинка. Афинка. На этом тоже чуть-чуть, да? Сейчас, в общем, главная растяжка, да, у вас? Коврики надо носить, да? И главное, канточки. Да? На карате, на танцах? Да. Ну, мы на юге, у меня сложно кататься. Куда, про на танцы? Да. К Али Алексеевне? Нет, я оставлю у тебя, Али, ты покажу. Ну, хорошо. Можно? Спасибо. Афанасий, а что ты тут делаешь? Это тут уже нормально. Это я, Али, ты взять на тушевую голову. А я тут уже не могу, а он точно. Угу. Угу.